Связи с ТВ. Узнай новости первым. Ритм, пластика и грация. Танцевальный праздник прошел в детском парке. Насладиться выступлениями кстовских танцоров собралось немало горожан. Этот праздник – своеобразная презентация всех хореографических студий города. Оказывается, в кстове каждый может научиться практически любому стилю танца – от русского народного до восточного. Восточные танцы, лично для меня это тоже отдушина такая. Это, во-первых, здоровье. Эмоционально можно показать все свои чувства. Ну, есть еще нюанс, в отличие, например, от больных не нужен партнер. То есть можешь показать свои навыки как на сцене, так и в компании. Если восточные танцы осваивают только девушки, то вот в латинских танцах без юноши партнера не обойтись. Наблюдая за парой, можно заметить, как эмоциональный накал и страсть выражаются в невероятной координации движений и отличном чувстве ритма. Совсем другая картина в эстрадном танце. Молодые ребята из данск-клуба «Компромисс» зарядили публику настоящей энергией танца. Можно ли сказать, что «Компромисс» — это кстовский Тодос? Или лучше? Лучше! Это очень хороший коллектив, он мне очень сильно нравится. Я в нем уже занимаюсь 8 лет, уже пошел 8-9 год. Я не знаю, мне отсюда просто не хочется уходить. Это самый мой любимый коллектив в жизни. А вот хип-хоп-культуру любят в центре танца «Саботаж». Воскрепление коллектива «Центр» — это смесь разных стилей уличных танцев. Брейк-данс, локинг и другие малознакомые русскому человеку направления зародились в 1970-х годах в Америке. И сейчас пользуются большой популярностью у молодежи. Твои родители понимают, что это за танцы, которые ты занимаешься? Да, конечно, они уже привыкли, что я пропадаю на тренировках аж до 11 часов ночи, репетирую многие движения, связки, танцы. Это жизнь. В этот раз в детском парке не было жюри. Танцоров никто не оценивал, кроме зрителей. Мы вот именно с сегодняшним мероприятием закрываем, скажем так, уличный сезон в детском парке. Но в детском парке на этом все не заканчивается. У нас будет очень активная деятельность внутри помещения. У нас будут организованы различные мероприятия, также для детей и для взрослых. Будет работать кафе. Уже в конце учебного года организаторы планируют провести в детском парке не просто праздник, а целый танцевальный конкурс. В течение года воспитанники танцевальных студий города будут готовить конкурсные шоу-программы, которые оценят не только зрители, но и профессиональные жюри. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связистов.